Дорогие ребята, читатель областной Туркестанской детской библиотеки имени Абралтон Царина. Сегодня я расскажу вам о замечательном, известном и очень популярном детском писателе Николай Николаевич Носове. Родился он в 1908 году в Киеве, на Украине, в творческой семье. В детстве и юности увлекался музыкой, театром, сочинительством, наряду с шахматами, фотографиями и электротехникой. По окончании школы поступил он в художественный институт Киева, а после перевелся в московский институт кинематографии. Николай Носов не сразу стал профессиональным писателем. Свой первый рассказ «Затейники» он напечатал в журнале «Мурзилка» в 1938 году, который он сочинил для сына. Носов каждый вечер перед сном своему сыну сочинял и придумал на ходу совершенно реалистичные истории из жизни обычных мальчиков и из воспоминаний своего детства. По прошествии нескольких лет Носов понял, что писать для детей – лучшие занятия из тех, которых можно только придумать. Николай Носов является автором интересных, забавных, сказочных рассказов, таких как «Фантазеры», «Ступеньки», «Витя Малеев в школе и дома», «Веселая семейка», «Мишкина каша», «Заплатка», «Приключения незнайки» его друзья, «Карасики». А сейчас я вам прочитаю рассказ «Живая шляпа». Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода. А Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «А она же живая!» «Кто живая?» «Шляпа!» «Что ты? Разве шляпы бывают живые?» «Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним, шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай-ой!» Закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу!» Говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой!» «Почему?» «Шляпы боюсь!» «Я первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила. А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?» «Ну, пойди посмотри!» «Пойдем вместе!» «Я возьму кочергу, если она к нам полезет!» «Я ее кочергой тресну!» «Постой!» «Я тоже кочергу возьму!» «Да у нас другой кочерги нет!» «Но я возьму лыжную палку!» Они взяли кочергу и лыжную палку и приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где ж она?» «Вон там, возле стола!» «Сейчас ее как тресну кочергой!» Говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе!» «Бродяга такая!» Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага!» «Испугалась!» Обрадовались ребята. «Боится лезть к нам! Сейчас я ее спугну!» Сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать. «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять!» Предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошку и стали швырять ее. Швыряли, швыряли. Вадик попал. «Шляпа как!» Подскочит к верху. «Мяу!» Закричало что-то. Гулять из-под шляпы высунулся серый хвост. А потом лапа, а потом и сам котенок. «Васька!» Обрадовались ребята. «Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала», — догадался Вовка. «Вадик схватил Ваську и давай его обнимать». «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света. Носова читать потому и интересно, что он был не просто автором, но и психологом, любящим отцом. Его теплое и уважительное отношение к ребятам позволило создать все эти остроумные, живые, настоящие сказки. Все, конечно, эти замечательные рассказы есть в нашей библиотеке. Благодарю вас за внимание!